Нужно переходить дорогу только по пейсоходному переходу. Идти по светофору на зеленый свет. Соблюдать правила дорожного движения. Не убегать на дороге от мамы. Сегодня Ваня в роли полицейского. Он следит за порядком на дороге, наблюдает за тем, как другие ребята соблюдают правила дорожного движения. Иван, как и другие малыши из его группы, участники отряда юных инспекторов дорожного движения. С малых лет они знают, насколько важно безопасно вести себя на дороге. Накануне в детский сад поступило новейшее оборудование. В зале развернулся целый автогородок. Все для того, чтобы ребята на практике в условиях, приближенных к реальным, могли отрабатывать различные дорожные ситуации. Городок включает в себя набор дорожных знаков, дорожное полотно с разметкой и светофоры, которыми ведущие занятия управляют с мобильного телефона. Департамент образования услышали нас, узнали о том, что мы этим занимаемся. И выделены были нам финансирования в размере 700 тысяч на покупку этого оборудования для закрепления этих знаний. Чтобы мы эти ситуации уже могли, приближенные к реальности, формировать. Этот автогородок рассчитан как на работу в помещении детского сада, так и на работу на улице. Мультимедийное оборудование оснащено несколькими программами по изучению правил дорожного движения. Там есть даже экзаменационные билеты ГИБДД. Ребята уже с интересом включились в отработку в игровой форме навыков безопасного поведения на дороге. Летом на территории сада в дополнение к уже имеющемуся оборудованию установят автобусную остановку, подорожные знаки и информационные плакаты. С появлением автогородка профилактическая работа отряда «Светофор» обещает стать еще более активной. И это правильно, ведь безопасность детей на дороге – тема, которой нужно уделять пристальное внимание. За истекший период на территории Великуюческого муниципального округа у нас произошло 15 дорожных транспортных происшествий, в которых пострадали как дети дошкольного возраста, так и дети подростки. То есть кто-то из них был оставлен на месте, дорожные транспортные происшествия, не с наличительными травмами, а кто-то был доставлен в приемное отделение Великуюческой ЦРБ. У все сотрудники госавтоинспекции за каждым у нас закреплено определенное образовательное учреждение, это как детские сады, так и школы, также несовершеннолетние шеф-наставники. То есть периодичность они, то есть каждый месяц, либо раз в квартал посещают данное заведение, также по просьбам преподавателей, либо руководителей организации, и проводят с ними различные акции и профилактические беседы. Помощь и новый автогородок. Несмотря на то, что поступил он в детский сад номер 6, пользоваться им смогут и ребята из других дошкольных учреждений округа. Полезным оборудованием «Дюймовочка» будет делиться с другими детсадами, а также приглашать их воспитанников в гости для участия в мероприятиях на своей базе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!